Кушать подано. В Энгельсе разразился продуктовый скандал. Большинство родителей недовольны школьным питанием. По их словам, детям на завтрак и обед дают неопознанные блюда. К примеру, вместо плова учащихся кормят рисом с морковью, а гуляш с картошкой подают без мяса. Много вопросов у родителей и к супам. Зачастую они холодные и безвкусные, утверждают покровчане. Касается это не только бесплатных обедов, но и блюд за деньги. Вызывает вопрос к качеству сосисок. Во-первых, она неоднородного цвета. Во-вторых, дети жалуются, что они чуть ли не резиновые. То есть сосиска не может быть резиновой. Когда приходишь, и они знают о том, что ты придешь, пища всегда другая. Мы составляли акты, пробы пищи. Я указала там свои недочеты, что мне не нравится. Просто у меня там трое детей ходят в школу в две смены. И ни один из детей не питается. То пища холодная, то пищу есть невозможно, макароны переваренные. 12.00. У нас на часах 12.07. Так-то, конечно. Да, молодцы. То есть они только приготовили и тут же успели довезти. Тут даже при всех, откуда они везут? С девятой школы. С девятой школы за это время не доедешь. Не доедет, конечно, за семь. То есть вранье. По словам горожан, еще одна проблема в том, что повара в местных школах практически не готовят. Блюда привозят различные фирмы. Сотрудники учреждений только разогревают первое и второе. Много вопросов у родителей и к заменам в меню, и к деятельности самих поставщиков. В конце декабря заканчиваются договоры у тех питающих организаций, которые кормили вот тот учебный год у нас получается. Начало того учебного года и вот начало этого. То есть с декабря по декабрь. И уже каким-то питающим организациям продлили эти договора заранее. То есть, понимаете, я считаю, что это коррупционная составляющая. И никто этим не задается вопросом, никто не проверяет. Никто не спрашивает у родителей, нравится вам или нет.